ПЕСНЯ ПЕСНЯ Таджикское море. Так любовно называют в народе созданное совсем недавно огромное Кайракумское водохранилище. ПЕСНЯ На карте республики его еще не найдешь. Вот где она находится. На севере Таджикистана в Ленинабадской области. Длина около 60 километров. Ширина до 20. Вместимость свыше 4 миллиардов кубометров воды. Рождение этого крупнейшего в Средней Азии водохранилища тесно связано с другим величественным сооружением. Кайракумской гидроэлектростанцией. Место строительства сначала отгородили от реки Перемычкой. Откачали оттуда воду, отрыли котлован и начали строить гидростанцию. Потом, перегородив реку, пустили ее по новому руслу и одновременно намывали земляную плотину, готовя огромную чашу для будущего водохранилища. Так же это происходило. Прежде всего, на голом месте выжженной солнцем степи был построен поселок для строителей. Берега реки соединили понтонным мостом. Заблаговременно построили бетонный завод-автомат. Площадки строительства подвели железнодорожную ветку. С первых же дней начали рыть котлован. Пионеры стройки отдали ей не только свои умелые руки, но и горячие сердца. Среди первых, кто приехал на стройку, были люди разных профессий и возрастов. Прораб Жураев, инженер Рахманкулова, эскалаторщик Евгений Симак. Все трудились, не покладая рук. И вот уже первая победа. Котлован готов. Можно закладывать фундамент гидростанции. Знаменательный день. 28 сентября 1954 года. У секретаря Канебадамского райкома парк Яртикбая Курбанова даже в этот праздничный день много забот. Скоро сюда придут воды Сирдарьи и многие селения станут дном таджикского моря. Нелегко покидать родные места. Сам уроженец здешних мест Артикбай Курбанов не сколесил ни один десяток километров с думами о том, как бы выбрать такие участки, где людям будет легче жить и привыкать к новому, где земля даст такие же высокие урожаи, какие получали они у себя на обжитых полях. Прошло два-три года и новый Карабчикун с его светлыми удобными домами гостеприимно принимал новоселов. Шестьсот колхозных семей переезжали на новые места. Но если воды Сирдарьи начали затоплять водохранилище, значит река уже перекрыта. Да, первые трехсоткудовые громады были сброшены в воду. И желая покориться, Сирдарья напрасно искала свободный выход. Выход был один, приготовленное для нее русло. Какой большой золотой кишлак, как в сказке, любовались рабочие горцы, открывшиеся перед ними панорамой. Когда-то их деды и прадеды в поисках работы спускались в скорбь мира и гарма с мечтой о сказочном золотом кишлаке, о счастье. Их внуки и правнуки обрели это счастье после победы Великого Октября. Нашел его и прославленный бригадир бетонщиков Гулям Арзыкулов. Здесь, в Кайрокумах, он прокладывал дороги, сдавал скалы, рыл землю, собирал дома. Это ему была оказана честь уложить первый кубометр бетона в фундамент гидростанции. А бетонировать чем выше поднималась стройка, тем становилось труднее. Здесь счет идет уже не на тысячи, а на десятки кубометров. Полюбуйтесь, какая четкая точная работа. Поворот крана. Сигнал. И батья пошла вниз. Бригада Арзыкулова это небольшой, слаженный оркестр. И дирижер этого оркестра Гулям Арзыкулов. Многолетняя дружба связывает таджика Арзыкулова с бригадиром Узбеком Нурматом Мирзахмедовым. Хайрокумовская гидростанция строится представителями 37 народностей нашей страны. Назвали ее Дружба народов. Крепкая дружба связывает и русского мастера, прораба бетонщиков Григория Ивановича Орлова с его учеником таджиком Жураевым. Внизу кладут бетон, арматурные леса поднимаются все выше и выше. Здесь, как на всей стройке, работает молодежь. Сегодня ученик, а завтра, пройдя трудную школу, смотришь, стал мастером. Вот так и наша знакомая инженер Никотерина Рахманкулова. Пришла на стройку прямо со студенческой сканье, а теперь начальник отдела технического контроля. Вместе с прорабом Иваном Михайловичем Материкиным она принимает работу арматурщиков на высоте шестого этажа. Прямо со студенческой сканьи пришел на стройку и молодой инженер Гафар Гиясов. Наступил момент, когда бригада отдела Кахарова приступила к монтажу турбин. Это далеко не первый турбин в практике Кахарова. Окончив ремесленное училище, он участвовал в строительстве многих гидростанций. Многих гидростанций строил и начальник монтажного участка Шамиль Бурнаша на Черчаке, в Архабе, в Арсобе. И все же каждый раз в них это очень ответственно. Вы думаете, не волнуется сейчас главный инженер участка Анатолий Андреевич Светашов, пришедший еще 20 лет тому назад в эти края по путевке Комсомола? Монтажом первой турбины заканчивался важнейший этап строительства. Теперь можно и отдохнуть на берегу Таджикского моря. В этот день не раз поднимали бокалы за 300 тысяч кубометров уложенного бетона, за 7 миллионов кубометров земляных работ, за ГЕС «Дружба народов». Песня «Дружба народов» Песня «Дружба народов» Песня «Дружба народов» Так назвали они свой новый поселок. При переселении колхоз получил от государства 4 миллиона рублей за общественное имущество и 10 миллионов было выдано семьям колхозников. Переехала на новое место Икаракчикумская МТС. Строители Кайракума помогли механизаторам построить усадьбу МТС и жилой городок. С помощью механизаторов были выкорчеваны и перевезены из зоны затопления тысяч многолетних условий. Не могло хозяйское сердце колхозников допустить, чтобы спилили под корень такое богатство. Ни одного деревца не дала в обиду свиневая шелкопряда, герой социалистического труда Джонон Урунова. Пройдет год-другой и зазеленеет рощи шелковицы, окаймляя хлопковые массивы колхоза имени Молотова. Хорошую землю выбрал Артыкбай Курбаров вместе с колхозами гиганиров. Однако земля землей, но не собрать бы столько-нибудь проворных рук Лотофарту Зиньевой, Карапат Якубовой и многих других. Они соревновались с самой быстрой и ловкой из них – Халима Каримовой, собиравшей за день по 300 килограмм. Большие перспективы открывает и Дальверзинский канал. За первый год он оросил три тысячи, а в дальнейшем вернет в жизнь 16 тысяч гектаров без жизни. Ожидая прихода воды, жители Матчинского района спустились в сбор, посеяли хлопок и начали строить дома. Строили, а каждый про себя думал, успеют ли дать воду, как обещали. Если не дадут, что будет с хлопком? Но строители не подвели. Вода пришла вовремя и колхозники получили хороший урожай, хотя до этого они и не занимались хлопком. Не собирали его здесь и эти девушки. А посмотрите, какая быстрота у Нурматовой и ее подружек. Хлопок Хлопок Белое золото Таджикистана Сколько песен, сколько стихов сложено о нем. Твой хлопок богатство в долинах зеленых. Он хлеб в закромах и отары в загонах. Он блещет нарядами, в праздник наградами. Белое золото Таджикистана. С каждым годом в республике становится все больше и больше мастеров, говка, людей, высокой культуры колхозного труда. Познакомимся поближе с одним из них. Если вы подниметесь пораньше, с первыми лучами солнца, когда колхозные бригады разъезжаются по полям, вы обязательно на утреннем наряде встретите председателя колхоза имени Ленина Сталинобакского района, героя социалистического труда Хамильжона Назарова. Проследим его трудовой день. Сегодня он начал с бригады героя социалистического труда Угульджан Дахканова. От зоркого глаза председателя не ускользает ни одна мелочь. У молодой сборщицы Угульджан Кадировой в мешок для первого сорта попадает иногда хлопок второго сорта. Мог ли не заметить этого Назарова? Ведь сам он в свое время тоже был сборщиком и неплохим. Да, всюду нужен хозяйский глаз. Замечательный урожай в бригаде Саиджона Эшонова. Сдают по 50 центнеров хлопкость гектара. Но куда же это годится? Замечательный хлопок, а в нем сорт, грязь. Досталось за это Ахтамали Тучиеву. Но бригадир Эшонов понимает, что это камешек в его огород. В погожие осенние дни на всех аспальтированных колхозных дорогах растерены белые скатерти. Сушат хлопок. Хлопок это главное. Ведь в хозяйстве не один только хлопок. Многоотраслевой колхоз требует от руководителя самых разнообразных знаний. Животноводческая ферма. Здесь нужно разбираться и зоотехники, и механизации, и в кормовых севооборотах. Назаров в свое время работал на ферме. Но этого оказалось недостаточно. Пришлось пополнять свои знания. Побывал председатель в этот день и на строящейся птицефабрики. А тем временем его уже ждал архитектор. Строится колхозный дворец культуры. Возникают новые вопросы. Словом, как командиру, председателю колхоза надо хорошо знать все. Назарову не привыкать. Ему, как фронтовику, это хорошо знакомо. Отсюда и привычка. Сначала самому попробовать пищу в полевом стане. Есть у него еще одна хорошая привычка – решать самому, но для этого обязательно посоветоваться с опытными людьми и выслушать мнение колхозника. Комиджон Назаров находил время и для отдыха в себе на трубу, и для учебы. Недавно он успешно окончил сельскохозяйственный институт, где учился на заочном отделении. Назаров не исключение. Многие тысячи колхозников занимаются в руках и на статальных курсах. Недавно главный агроном колхоза имени Ворошилова Ленинобадского района Али Тураев закончил сельскохозяйственным институтом. Прославленные мастера хлопка интересуются новыми сортами и знакомятся с прогрессивными методами возделывания хлопчатника. Герои социалистического труда Бабагулов и Камбаров обсуждают с известным селекционером Вячеславом Праковичем Красичковым качество выведенного им нового высоковрожайного сорта. Возделывание новых сортов длинноволокнистого хлопка требует большой культуры труда, чем и славится сокозы и колхозы Бахшской долины. Полевой старт в колхозе имени Ленина в Курган-Тюбинском районе. Родители маленького Абдусатора в спокойности своего малыша это мать Абдусатора, а это его отец. Вместе с высокими урожаями в домах хлопкоробов приходит и награды за труд, благосостояние. Пример этого семья героя социалистического труда Шарифа Ульфатова. Упорным трудом с помощью ученых он вырастил и размножил новые совершенные сорта длинноволокнистого хлопка. Всех, кто приезжает в Бахшскую долину, в первую очередь интересует этот хлопок. Заинтересовались им и члены китайской сельскохозяйственной делегации, посетившие колхозы имени Крущева. Директор института земледелия Красичков познакомил гостей с квадратных бездовым методом разделывания хлопчатника, получившим широкое распространение в Советском Запечистане. Рассказал о том, какие огромные массивы ожили здесь при советской власти и о том, сколько еще будет освоено в ближайшие годы. Это новые десятки тысяч гектаров драгоценного хлопка, это виноградники, цитрусовые, сочные пастбища. Узнали они о том, что для этого строятся две мощные гидростанции. Уже развернуло строительство крупнейшей гидростанции Головная на реке Бахш. Строительство другой гидростанции Перепадная находится в полном разгаре. Эти гидростанции, крупнейшие стройки шестой пятилетки, решат проблемы энергетики центральных и южных районов Таджикистана и машина ворошения миллиона гектаров целимых земель в Бахшской и Яванской долинах. Для этого будет создано еще одно море – Бахшское. Здесь же, не уходя с хлопкого поля, гости как бы совершили путешествие по Бахшской долине. В Таджикистане издавна разводят гисарских и каракулевых овец. Гисарские овцы имеют много ценных качеств, но они дают мало шерсти. Вот почему за последнее время республики получили развитие танкорунное овцеводство. За сравнительно короткий срок колхозы и совхозы довели поголовье танкорунных овец до 200 тысяч. Животноводством заняты все колхозы Бахшской долины. Они соревнуются, обмениваются опытом. В колхоз имени Хрущева приехали для взаимопроверки соседи с колхоза имени Ленина. Ну что ж, не в пример другим колхозам с животноводством хорошо. Скот племенной, коровы упитанные и надой неплохой. По 2700 килограммов в год от каждой коровы. А как с цитрусовыми? Здесь культивируют наиболее урожайный морозоустойчивый сорт так называемых китайских лимонов. Надо думать, они привлекут внимание наших гостей. Особый интерес может представить для них среднеазиатский способ подвязки лоса, когда весь виноградник превращен в бездетку, полный беденец, прохлады и приятного аромата. Хотелось бы рассказать и о широко применяемом шпалерном способе. Но всего не расскажешь, дорогие друзья. Увидите сами. Побывала в Таджикистане и другая группа представителей народного Китая. Синьцзяно-Уигурский ансамбль «Песни и пляс». Таджикистан посетила делегации Индосоветского культурного общества, возглавляемого Таджик Синьхом. В составе делегации были члены парламента, дети, науки и культуры. Председатель Президиум Верховного Совета Таджикской СССР Тавич Рахматов принял парламентскую делегацию Индонезии. В его речи, как и в ответном приветствии руководителя делегации господина Харди, с искренним чувством было произнесено слово «Дружба». Знак дружбы господин Харди преподнес герб Индонезийской республики. О дружбе говорил и таджикский поэт Мирзо Турсун Заде, председатель Советского комитета солидарности стран Азии. Товарищ Рахматов преподнес господину Харди таджикский халат. Индонезийские гости присутствовали в театре оперы и балета имени Садридина Айни на концерте мастеров искусства Таджикистана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мухаммед Дадуда Прибывшего с визитом у Советский Союз Сардера Мухаммеда Дауда И сопровождающих его лиц Встречал председатель совету министров Таджикской ССР товарищ Кдод Худоев Так мирую В честь афганских гостей Яндро, когда признаил тость за афгано-советскую дружбу Произвольная система Премьер-министр Мухаммед Даут попросил передать привет от афганского народа его соседу советскому народу советский помир полетим туда вместе с песней ее поют артисты помирского ансамбля песни и пляски а а а а а а а а а и Край высочайших в мире гор, пик Ленина. Он высится более чем на 7 километров. 23 года тому назад заслуженный мастер спорта Виталий Михайлович Абалаков овладел этой высотой. С тех пор каждый год отважные альпинисты стирают одно за другим белые пятна на карте советского фольклера. Что может быть прекраснее в закатах в горах? Апрель с вечерних привалов. А ночевки при свечах, подновившими ледяными сводами пещерам. А утренний подъем, когда после ночного бурана, закрывшего вход в пещеру, отваливаешь глыбь снега и выходишь навстречу рассветом. И снова зовут и манят неприступную душину вековых пучков. Ледник Фетченко, один из крупнейших на земном шаре. Здесь находится самая высокогорная метеорологическая станция Советского Союза. Круглый год небольшой отряд самоотверженных людей днем и ночью ведет наблюдение за движением метров, сменой температур, скоростью ледяных потоков. Больше половины всей территории Таджикистана занимают горы. Сотни новых месторождений, ценнейших минералов и руд дали толчок к бурному развитию горно-рудной промышленности. Ее предприятия, рудники и шахты расположены в горах на разных досводах. Горный хрусталь добывают на отрогах ледника по дуды на высоте 5000 метров. Многие ископаемые необходимые для металлургической промышленности были найдены в горах у подножия Карамазарского хребта. На рудниках введены прогрессивные методы зобычи. На Чарух-Дарон при проходке вертикальных выработок была применена подвесная клейка. С помощью инженера Дуплякина этот метод хорошо освоил бурильщик Щекочихин. В горно-рудные промышленности пришли молодые специалисты, воспитанники Таджикского государственного университета. На Кансайском комбинате инженер Анвар Ахраров работает вместе с мастером Андреем Яковлевичем Шевчуком. 25-летнему опыту горняка помогают знания молодого инженера. Где бы не добывали руду, она заканчивает свой путь на обогатительной фабрике. Флотатор Мамадкулов по одному ему известным признакам по цвету, по густоте определяет качество руды, добиваясь его высокого концентрата. Шестая пятилетка открывает перед республикой большие перспективы. Она намечает разведку новых месторождений нефти в Таджикистане. Дальнейший рост угольной промышленности. Шураб – крупнейший угольный район республики. Здесь за годы пятилеток одна за другой открывались шахты, оснащались новой техникой. В дружную семью ветеранов Шураба плевалась молодежь. Все это писатель Рахим Джарил с любовью описал в своем романе «Шахтера», с героями которого ведет он сейчас по новому городу – Хураб. В новых городах, молодых спутниках наших промышленных гигантов все подчинено одному – заботе о людях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда их построят, Курган-Дюбе будет не только городом Хлопка, но и центром промышленности Вахшской долины. Одним из крупнейших промышленных центров Таджикистана стал город Ленинабад в древности Фаджен. В далёком прошлом проходили здесь караваны вертлюдов в шёлково. Сегодняшний Ленинабар – город шелковый, консервный, винодельческий, горнорудный, промышленный. Если что и осталось от прошлого, то это любовь к цветам. Ведь дом без сада, без виноградных нос – это еще не дом. И даже имя маленькой дочки напоминает на цветах – кульчахра. Большая дружная семья у мастера-пенсионера Бакок и Билова. Сыновья, дочки, невестки, внуки, правнуки. Сада сегодня именинница, она впервые идет в школу. Все уже выросли, но для матери, бывшей учительницей Манисой, они по-прежнему дети. И из дому выходят все сразу – кто в школу, кто на работу. Средняя школа номер два. Здесь директором работает старшая дочь, потом Бакаева. Окончив Ленинабадский педагогический институт, она преподает язык и литературу. Средняя школа имени Маленкова. Ребята идут учиться, а их мать, она Бакаева, преподавать физику и математику. Детский сад. Здесь выходить правнук. Карима Бакаева. Ленинабадский шелкокомбинат – один из старейших в стране. К концу шестой пятерки он будет выпускать ежегодно до 35 миллионов метров шелковых тканей. Пройдемся по цехам, вернее, по отдельным фабрикам этого огромного предприятия. Здесь, в крутильном цехе, работает жена старшего сына, Абила Бакаева. Это ее муж, помощник мастера Сахиб Бакаев, старший сын нашего почтенного спереката. В ткацком цехе работает помощником мастера его младший сын, Фарис Бакаев. А это его средний сын, Хабиб Бакаев, начальник тканского цеха. Здесь же работает и Лида Синянина, жена младшего сына. Бакок Абилов – частый, всегда желанный гость на комбинате. Нет почти ни одного цеха, где не работал бы он в свое время. Но сегодня он пришел сюда с особенным интересом. Еще ни разу не был на этой новой, полностью автоматизированной, красивой отделочной фабрике. Она открылась недавно. Проходя по комбинатам, Бакок Абилов как бы перелистывает страницы своей биографии. Ему есть чем гордиться. Сегодня целая династия Бакаева высоко держит честь своей семьи и своего комбината. Ленинобадский шелкокомбинат соревнуется со старинобадским текстильным комбинатом. Депутат Верховного Совета СССР, Натальщица Адалат Исмаилова, ведет постоянную переписку с одной из работниц текстильного комбината. Познакомимся с ней. Это Саида Ахадова, сменный мастер, депутат Верховного Совета СССР. О чем же пишет сегодня Саида свои подруги? Дорогая Адалат, я очень рада, что ты собираешься побывать у нас на комбинате. Мы пройдемся с тобой по всем цехам, и ты увидишь, какие они у нас просторные, светлые. Увидишь ты и наши новые станки. Мне всегда кажется, что они соревнуются между собой. Спорят, кто быстрее и точнее. Встретишься ты и с нашими рационализаторами-инженерами. Это они все время придумывают к станкам новинки и изобретения. В ревильном цехе я познакомлю тебя с Эйранби Бабишаевой. Она пришла к нам из ФЗУ, а теперь уже инструктор, депутат Верховного Совета Республики. Эйранби очень заботливая. Она всегда все покажет, растолкует ученицам. А потом мы пройдем с тобой на сказку фабрику. И ты увидишь, как хорошо наши девушки отвоили сложные станки, на которых вырабатывают ворсовую ткань бельвет-корт. Даже самая молодая из нас, Рано Махмудова, работает на нескольких станках. Ты пишешь, Адела Джон, что у вас уже работает новая красивая девочная фабрика. А у нас строительство второй очереди комбината затянулось. Подумай только, мы давно могли установить 100 тысяч новых веретен и выпускать продукции в два с половиной раза больше. А может быть, ты приедешь раньше на актив интеллигенции? Вот было бы хорошо. Да, на актив интеллигенции мы видим рабочих, научных работников, писателей. Учительницу Шакар Мамедову волнуют вопросы воспитания. Здесь идет разговор о медицине. Махкам Пулатова и Мусабе Ахмедова, кандидаты наук, питомцы Сталинопадского медицинского института. Омину Каримову, директора библиотеки, интересует вопросы просвещения. Председателя Уракибинского горосполкома Ахакимову, проблемы городского строительства. Сколько разнообразных вопросов, сколько важнейших проблем. Исторические решения 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза воодушевляют нас и указывают путь, по которому мы должны идти, сказал в своем докладе первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана товарищ Ульжабаев. Хотя количество студентов в институтах и техникумах республики значительно возросло за последние годы, нехватка кадров ощущается во всех областях. В шестой пятилетке потребуется свыше двух тысяч специалистов сельского хозяйства, шесть тысяч учителей, четыре с половиной тысячи медицинских работников, около тысячи строителей. Их надо готовить уже сейчас. И это дело не только учебных заведений, но и Таджикской академии наук, первым президентом которой был основоположник таджикской советской литературы Садриддин Айни. Сегодня по его пути идут многочисленные ученики и последователи. Абдусалом Дехоти, поэт-лирик, певец современности. Бакир Ахим Заде, чьи песни широко известны в народе. Фатехния Зи, прозаик. В жаловой карме не только прозаик, но и драматург. Автор многих талантливых рассказов, писатель Толис. Драматург и прозаик Лук Заде, автор сценариев об ученом Авицене и поэте Рудаки, великих людях прошлого. От прошлого до наших дней сохранились замечательные памятники древнего соотчества. В Канджикенте при раскопках учеными-археологами был обнаружен древний город, памятник богатой многовековой культуры таджикского народа. Здесь же была найдена обуглившаяся при пожаре деревянная скульптура танцовщицы. Стенные росписи. Строение весьма интересной архитектуры. Многочисленные предметы обикода. В Канджикенте в течение ряда лет происходили поиски могилы поэта Рудаки, место которой долгое время оставалось неизвестным. Сейчас могила Рудаки найдена, и профессор Герасимов, известный своими работами по восстановлению облика людей прошлого, приступил к воссозданию портрета великого поэта. Рудаки жил в эпоху самонидов. Мавзолей Исмаила Самани, основателя таджикского государства. Рафаэль Востока, так называет художника Камаледдина Депзода, тончайшего мастера миниатюры. Профессор Семенов и кандидат наук Камалайни работает над изучением наследства художника, хранящегося в Республиканском музее изобретительных искусств имени Бевзода. В музее широко представлены работы современных художников. Заслуженный деятель искусств Кош Мухамедов создал серию картин об электрификации республики. Это одна из них. ГЕС. Дружба народов. Среди полотен Абдулла Ашурова хорошо известна картина на высокогорном пастбище. Ашур Хайдаров написал картину «Концерт в колхозе». По зову партии картина художника Пономарева. По эскизам художников народные мастера создают разнообразные произведения прикладного искусства. Мастер резьбы по дереву Нырдинов, автор художественного панно «Таджикистан» в центре панно герб республики. Многовековая культура таджикского народа богата великолепными образцами народного творчества. Целую коллекцию их собрал Хикмат Юлдашев действительно член Таджикской академии наук. Многие из этих орнаментов созданы народными мастерами тысячи лет тому назад. Здесь и живописная роспись по дереву, и резьба по ганчу, и роспись стен, колонн, потолков. Архитектор Юлдашев умело использовал лучшие образцы народного орнамента, создавая проект Дворца культуры в колхозе имени Ворошилова Ленинобадского района. Самое живое участие в строительстве принимает председатель колхоза, дважды герой социалистического труда Саид Ходжа Урун Ходжаев. Залы и коридоры этого колхозного дворца будут украшены хрустальными люстрами. Часто мы говорим о чем-нибудь мозаичная работа. По Абдуахаду Салиева в мозаичном узоре у каждого камушка свое место и по форме, и по цвету. При росписи орнаментов не было забыто и древнее искусство приготовления красок. Им хорошо овладел очилбой Тураев. Многое сделано здесь руками самих колхозников. Довелось на старости лет вернуться к любимому делу и 75-летнему мастеру Устомаксу Цалиеву. Он получил свои знания от отца. Думал, что не придется уже применить свои искусства. 25 лет он работал в колхозе маляром. Теперь все увидели какой-то замечательный художник. Отделка залов и коридоров идет к концу. Пройдет еще немного времени и в юбилейные дни сорокалетия Октябрьской социалистической революции зажгутся праздничные огни и широко откроются двери этого колхозного дворца. Кто не любовался художественной респой Паганчи, украшающей колонной стены Дома правительства в Сталинопаде? Утро столицы. Интересно, кого мы встретим здесь на проспекте Ленина на этот ранний час? Первые шаги. Ничего, малыш, не робей. Смелее. Ну вот и хорошо. Давно ли делала свои первые шаги Мамакат Нахангова, маленькая сбойщица, хлопка? Сейчас она преподавательница иностранных языков. У нее уже есть дети. А это маленький Шахабов, старший сын кандидата наук Малахат Шахабов. Встретили мы и директора женского педагогического института Хайлира Кжабов со своими студентами. И кандидата химических наук Саадат Байсиитову, старшего научного сотрудника Таджикской академии наук, где она занимает достойное место рядом с доктором философских наук академиком Байсиитову. Новая женщина Таджикистана. Какая-то благодарная тема для писателей. Напишите о них, товарищ Мирзоев. О них надо петь песни, хорошие, гордые песни. Их охотно исполняют заслуженный артист Республики Ахмат Бабакулов и его отец, народный певец Бабакуфа и Зулаев. На сцене таджикских театров наряду с классикой хочется видеть побольше пьес о современных женщинах-таджичках. Таких, как передовая колхозница Саадат, любимая роль народной артист Республики Софьи Туйбаевой, роли мужа Саадат, Бабакуфа Республики Ахник Бурхана Криги Какая Скорбина Саадат, Какая Криги Криги Один Бабакуфа Без Саадат, Натуб Бахла мит Бахла 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 Ажи Бахла Криги Бахла 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 Ей Бахла Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok На сцене Таджикского драматического театра ставят Шекспира, на сцене оперного театра Чайковского, Мазепа, в роли Марии Народной Артисты Республики Ханепа Мавлянова. Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роль Дильбар исполняет Народная артистка республики Людфи Захидова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все это только первые шаги молодого советского Таджикистана. Но как много уже сделано? Ведь всего 25 лет тому назад на месте этих новых зданий, в которых разместились школы, музеи, кинотеатры, библиотеки, музыкальные училища, спортивные залы, многочисленные институты и лаборатории Академии наук, университет, всего 25 лет тому назад на их месте было несколько десятков длиннобитных лачуг кишлака Дюшампе. Поистине гигантскими шагами растет в столице республики Людфи Захидова. Этот город хорош во все времена года. Ветом в наряде из зелени цветов, в тихие дни золотой осени, в пышном зимнем уборе. В один из таких зимних декабрьских дней 1956 года за успехи и достижения в развитии хлопководства, об этом возвестили глашатые народных празднец в Карнай, советский Таджикистан был награжден Орденом Ленина. На всенародное торжество вручения Таджикской Республике Ордена Ленина в Сталинобад прибыл председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Булганин. Дорогого гостя встречали руководители партии и правительства республики, колхозники, рабочие, студенты, служащие, писатели, артисты, ученые. Такая встреча не забывается. Николай Александрович Булганин Тепло приветствовал жителей столицы. Тепло приветствую colleague Дрей Старин победил уроковой СССР Нерготе Торжественное заседание вручения Ордена Ленина Таджикской ССР открыл председатель Совета Министров Республики товарищ Датхудоев. Он предоставил слово Николаю Александровичу Булгарину. Дорогие товарищи, я очень рад предоставившейся мне возможности посетить Таджикскую Советскую Социалистическую Республику и встретиться с вами. Позвольте прежде всего передать вам и всем трудящимся Таджикской Советской Социалистической Республике от Президиума Верховного Совета, Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и от Совета Министров вам радский сердечный привет. На мою долю выпала большая честь вручить Таджикской СССР Орден Ленина. Я смотрю на вас, дорогие товарищи, и вместе с вами радуюсь этому великому дню, до которого вы дожили. Эту высокую награду вы получаете за героический труд над колхозных и совхозных полярами, за успех в развитии сельского хозяйства республики и прежде всего его ведущей отрасли хлопководства. По поручению Президиума Верховного Совета СССР вручаю вам Орден Ленина, которым награждена Таджикская Советская Социалистическая Республика. Президиума Верховного Совета Союза От имени Президиума Верховного Совета СССР, Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, От имени Совета Министров я горячо поздравляю всех колхозников и колхозниц, рабочих и работниц, завхозов и МТС, специалистов сельского хозяйства Таджикской Республики, весь таджикский народ с высокой и почетной наградой за доблестный труд. Да здравствует и процветает дружба народов Великой Советской Станы. Да здравствует могучий Советский Союз, несокрушимый от мира во всем мире. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза Великая вдохновляющая и руководящая сила всего советского народа в арте за построение коммунизма. От имени таджикского народа выступил первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Таджикистана товарищ Кульшабаев. В сегодняшний день войдет в историю Таджикской Советской Социалистической Республики как одна из замечательных ее страниц и навсегда останется в памяти всего таджикского народа. Величающей радостью и гордостью наполнены сердца трудящего советского Таджикистана, беззаветно преданных нашей любимой коммунистической партии и родному советскому правительству. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok